Теперь давайте посмотрим конкретный пример Самый важный для сегодняшней лекции Это бросание монет Есть монетка Каждый наверняка бросал монетку Это была жизнь И вот мы один раз бросаем монетку Один раз бросаем монетку Если монеты свернут За 60 неправильно То мы знаем, что в итоге Получается единица Одна сторона Или другая сторона То есть исходов всего два Если мы верим, что монета Правильная То каждому из этих исходов Мы припишем Пообщем Вероятность Одну вторую Если мы с вами считаем, что монета Неправильная То мы, конечно же, должны Будем аккуратно Подойти к делу А именно тогда единички В нолику придется Приписать какие-то значения П П уже может быть, например, ближе к улю Или дальше А ближе к единице Но, тем не менее, это будут не отрицательные числа Сумма которых единичка Вот это простая иллюстрация Тому общего подхода Который точно выяснил Хорошо, пусть теперь мы бросаем монету Два раза Два раза Как нам описать эксперимент Двукратно бросать Два раза бросать монету Что у нас будет в виде исходов Получаться Ну, получается Будет 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 Теперь спрашивается Это все исходы, правильно? Здесь спрашивается А как нам предписать вероятность? Ну, если мы считаем, что монеты правильные То вопрос нет Их четверт, все исходы мы считаем одинаковыми Да? Ну и предписываем каждому из них что? Одну четвертую Теперь чуть сложнее понять Как устроена это, когда монетка неправильная Вот, например, монетка такая Как была вот здесь Чтобы орел выпадал с вероятностью b А греша с вероятностью u Да? И уже не предполагается Что они одинаковые Как правильно предписать Как разумно предписать вероятности К этим исходам? Ну давайте мы их разделим на две буквы Такую букву и такую Это те исходы, где результат первого бросания Выдал ноль А здесь исходы, где результат первого бросания Выдал что? Единичку Мы понимаем, что эксперимент устроен так Что второе бросание не должно влиять на ноль Но вот эти исходы и здесь Правда? Здесь любой результат второго бросания И здесь любой результат второго бросания Соответственно, если я теперь забуду Про результат второго бросания А буду просто смотреть на то, что получилось То есть при первом бросании монетки То должна ситуация быть как на той доске Правильно? Это значит что Вот такому событию, состоящему из этих исходов Я хотел бы приписать вероятность Что это означает? Это означает, что если мы теперь Будем много-много раз повторять эксперимент С двукратной бросания монетки То в П процент, в доле П в случае У меня в первом будет выпадать АО А в доле Q в случае Первый будет выпадать решка Это отражает вот это допущение Отражает что? Что у меня результат броска Независимо от того Никак не влияет на это Вот теперь хорошо Вот так вот стоит А теперь смотрим Ну а давайте посмотрим на те Случаи, когда первым выпадал АЭН Так, единичка Какая среди них доля будет случаев Когда на втором бросании Выпал, например, решка Опять же Мы с вами понимаем, что это должно выглядеть Точно так же, как однократное бросание монетки Ведь первый я уже засек Все, я теперь завтра бросаю монетку И какой доле случаев будет выпадать решка? У Правда? То есть доля исхода вот таким Должна быть при многократных глазах Вот от этих составлять У Так А доля вот этих должна От всех этих составлять сколько? П Понятно, да? Теперь смотрите, как делается Здесь точно так же Доля вот этих должна составлять У Доля вот этих должна составлять П А теперь смотрите Вам бывает Что доля тех, кто любит заниматься математикой Их 40% А среди них От них доля любителей мороженого 20% Вопрос Какова доля тех, кто и математикой и мороженого Перемножить Почему? Потому что надо посчитать долю от доли Понятно, да? Значит, получается Получается так вот у вас Вот здесь те, кто любит заниматься математикой Там 40% А среди них есть те, кто и математикой Ещё мороженого 20% Тогда как мы узнать Сколько вот эти составляют от всех? Ноль Надо взять Ноль четыре Умножить на ноль два Значит, я с них процент И так далее Как? Значит, как мы теперь правильно написать вероятность таких исходов? Они должны составлять Утрую часть Откутой части У квадрата Эти мне как вы описали? У, Б Здесь Б, У И здесь Б Квадрат Ну, вы скажете Ну, можно было что угодно Ну, выйдут из общих соображений Какие-то там доли, части Но у нас наука строгая Было сказано Каждому исходу приписать неотрицательное число Но это так и превзошло Это все числа неотрицательные Так? А ещё что требует Чтобы сумма была Чему важно? Единичная Значит Надо проверить, что Сумма этих чисел единичная Но если мы эти числа сложим То получится как раз единичка То получится как раз единичка Потому что здесь в точности написано У в квадрате Плюс 2 Пу 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 то есть тем самым все отлично согласуется с моими изначальными предположениями